МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадо компании Гомелюстуды и працуя Маргарита Котова. Глядите в этом выпуске. Конкурсы, концерты и веншаванни. Программу святкования новогодней ночи подрыхтовал каждый район в области. Цуды на коляды. Марафон добрых справ протягивает дарить тепленью и клопот. День наражения Гомельской телестудии. 62 годы тому коллектив энтузиастов-аматоров стал первооткрывальником регионального телебачения в Беларуси. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Массовые гулянья, дискотеки под открытым небом, квесты и музычные интерактивные шоу. Во всех районах Гомельской области в новогоднюю ночь пройдут святочные мероприемства. Центр святкования у Гомеля – площадь Ленина. С 23.00 вечера и до 3.00 ночи тут можно будет принять удел в пати программе «Елкин дрим». Конкурсы, танцы, городок-аттракционов, конфетти, подбой курантов, веншаванни Деда Мороза и Снягурки. Организаторы обязают заняток для себя, но декожны, а приемных ураживаний – хопить надолго. Программа очень разнообразная, включает и концертные выступления артистов, и работа диджеев, работа интерактивных площадок, работа со зрителем. Все очень будет весело, здорово. Новогоднюю ночь будут сустракать и во всех райцентрах в области. Прошим по часу распроцовки программ. Усюду мкнулись ознасти нечто особливое. У Брагини удельникам свята пропануют квест по выратованию героев царства Белого Пацука. У Мазары подрыхтовали одразу семь пляцовок. Городжан чекают танцевальная программа с конкурсами и викторинами на ведание истории города, гумористичный батл и предказание на наступный год. У Петрикове пропануют карнавальный пробег с Дедом Морозом и Снягуркой. В Октябрьском районе пройдет парад знаков зодиака. Такого еще у нас в программе. Я не помню, по крайней мере, мероприятие. Думаю, что будет очень интересно. В Калинковичах подведут итоги районного конкурса на лучший молодежный коллектив изготовления новогоднего сувенира по разным номинациям. Ну и, конечно, я хочу сказать, что на все категории и на все, наверное, вкусы нашего населения эти мероприятия продлятся до 3-4 утра. Сегодня доброчная акция «Отсуды на коляды» завитала у отделения раннего умешания Гомельской центральной городской детишей поликлиники. Процедники Белорусской республиканской пионерской организации и Союза молоди, а так само областного совета депутатов и коммунистичные партии Беларуси организовали свято для маленьких пациентов. Хлопчики и девчинки рассказывали Деду Морозу верши, а на взамен отрымливали цацкие и солодкие подарунки. Белой снежную зимою, новогоднюю порою к нам приходят чудеса, с ними елочка-класса. Новогодние и колядные святы – лепший час, как творить сцеды и уособлять мары тех, кто мая потребу у додатковой подрымцы. А кроме хлопчика и девчинок, подарунки отрымала и сама медицинская установа. Организаторы доброчной акции подарили отделению развивающей цацки. Накануне Нового года мне от имени и Гомельского областного исполнительного комитета, и областного совета депутатов, от наших общественных организаций и партий хочется пожелать в Новом году всем-всем людям, всем жителям Гомельской области мира и добра, счастья и процветания. Ну и, конечно, самое главное – здоровье. И пусть в эту новогоднюю ночь исполнится новогоднее чудо для каждого нашего жителя. Под час региональной доброчной акции «Цуды на коляды» подарунки отрымаются коляд двух тысяч детей из Гомельской области. Новый год – шаронный час для кожного. Минавито таким, его поспробовали сегодня заработать и для людей, которые проживают в одном, в Беларуси, кризисном центре. На святе побывали наши корреспонденты. Кризисный центр для людей, які опынули все складанным життем, становящийся у Гомеля, открылся ровно год тому. У Беларуси аналога у Ямуняма. Зараз тут знаходится восемь человек. И аж 33 уже отрымали необходимую допомогу. Звычайно, это обновление страченных документов, допомога в працеулатковании и отрымании жилья в интернате. Некоторые из проживающих мают родных, але совести в зиме не потребуют. Люди без певного места жихарства, которые тем не меньше мают шанс вернуться до нормального життя. У Кризисном центре им вельми мкнуться допомогчу гэтым. Практически все получили документы, восстановили паспорта. Половина труда устроена, приобрело себе общежитие по ходатайству и вернулись в социум. Кризисный центр – проект, який задуманный и реализуется Гомельской областной организацией Беларусского товариства «Червоного крыжа». Часто супрацовникам центра допомагают волонтеры. Наученцы размещены побыч 31-й средней школы. На этот раз яны пришли с концертной программой. Плюс гульневая программа с Дедом Морозом и Снягуркой и уручение подарунков от «Червоного крыжа». Для кожного проживающего набыли теплые верхние одзения. Новый год – час, калі можна усе распачать с чистого листа. Что-то думать в дальнейшем с жильем, так как, как говорится, это не выход. Так вот, говорят, ходить по улице, и нужно какое-то жилье для себя. А вот, как бы так, ну, как получится, буду надеяться, молить Господу, чтобы получилось все. Дорогий месяц тому у Кризисного центра створили майстерню. Працовать она почти на початку наступного года и будет сприять працовные реабилитации проживающих. Олег Сенцеров, Анна Коральчук, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Учера дорога была не быта каток, а сегодня знов дождь. Завтра чекается нулевая температура, и тогда мокрые дороги знов замерзнуть. Каб новогодние святы провести, як плановали, а не трапить у травматологию, ходить по слезготе треба осторожно. Дорогий, нож с 31 на 1 в больницах, по традиции, особливый наплыв потерпелых. Многих трапить сюды, вымышая позалишнее споживание алкоголю. Травматологам и нейрохирургам сумовать в эти дни докладно неколе. С пациентами и медиками Гомельской областной клинической больницы погутарила Марина Джалая. Два года тому, 27-го Снежня, Наталья взломала руку. Это был первый перелом ее жизни. Кто бы мог подумать, что на передо дни Нового года ее и снова так жестко не пошанцуя. Учера женщина, оживее она увез в Сыжгунское буду в Добрыжском районе, и шла до соседки, и раптом послезнулася. Устать и обопертися на ногу не смогла. Пришлось по узкам добираться до дома соседки. Спочатку хотела перевязать ногу и дочекаться ранницы, но она начала распухать. Выкликали худку и поехали в Добрыжскую районную больницу. Там оказали першую допомогу, наложили гипс. Из-за складанности травмы отвезли у травматолога ортопедичное отделение областной больницы. Врачи управили костя, или потребуется еще одна операция. Ее заплановали на третье остуденье. Сла бродишь и тихонько, и аккуратненько. И поскальзнулась, и прямо вот на эту сторону, на эту ногу. И уже все, я уже не могу. И на эту я остановлюсь, а там подняться не могу. Все лето Наталья – одна из первых пациенток травматолога ортопедичного отделения, которая отримала, я кажусь, гололедную травму. Летость на эту дату было около 45 таких выпадков. Усю отделение различное на 70 пациентов было заполнено. Угод тут лечить около 2000 пациентов. Пришим у новогоднюю ночь пик зворотов. Выконывающий обовязки загадчика травматолога ортопедичного отделения, Александра Зенченко узгадывая, здаралась, что с годиной ночи до шести ранницы приходилось ротовать травмированных. В 80% выпадков координацию порушал алкоголь. Узвычайные дни на пероломы, которые люди отримывают в нетверозном стане, приходится около 30-40%. Часто потерпело не спешаются у травмпункта и больницу. И таким чином губляют на самой справе каштовный час. Ехать в медустанову и выкликать худку треба неоткладно. Бывают ли случаи, когда человек затягивает и приходит, когда уже, как вы сказали, например, закрытый перелом, в открытый перешел. Бывают ли такие случаи? Бывают. Очень часто бывают такие случаи. Бывают такие случаи, когда накладывают какую-то иммобилизацию. Сидят люди дома по два, по три дня. Поступают к нам уже с какими-то ишемическими проявлениями, с нарушением кожных покровов. Естественно, это все затягивает период лечения. Зразумело, каждому сумно проводить новогодние святы в больнице, как крыху изнять настрой пациентам у колидора отделения Прыгожая Ёлка. А нам застается пожадать же храм Гомель, что насустрять Новый год весело, цикаво и головное, без травм. Бережите себе и у всех со святом. Марина Джалая, Василь Осипцов, телерадиокомпания Гомель. Бережись обеи и близких, а так само с повагой ставится до тех, кто побоч. Об этом сегодня нагадывал святочный экипаж ждя шаутоинспекции с Дедом Морозом и Снягуркой. А так само меньшава у дельников дорожного руха со святами. На протягу годины на площадь полстания инспекторы спиняли водителям и пешеходов, как пожадать им здоровья и поспехов. А так само в черговый раз нагадать про необходность выконывать правила дорожного руха. Так само Дед Мороз и Снягурка поглядели по правилам батьки перевозят детей. Для всех у дельников акции подрыхтовали солодкие прызы и сувениры. Хотим поздравить от лица из нашей резиденции передать поздравления. Поздравить с наступающим 2020 годом. Пожелать, чтобы в новом году вас не встречали невзгоды, не насти миновали вас и чтобы на дорогах у нас всегда царило только благополучие и никогда не пришла беда в ваш дом. С Новым годом! Поздравляем! За погаршение на дворья, а в ближайшие дни у региона шакаются мокрый снег и минусовая температура, Дежа-Аутоинспекция просит водителю отмовиться от лишних маневров. При таких климатичных умовах на многих участках дорог возникает гололед. Пешеходам так само рекомендуют быть вельми осторожными, а так само познашать себе фликерами. Ровно 62 годы тому распошла свой отлик к истории Гомельской телестудии. В конце 50-х годов минулого 100 года коллектив энтузиастов Радио Аматоров стал первый открывальником регионального телебачения в Беларуси. В 1957 году гомельские аматоры заклали основу профессийного регионального телерадоцентра. В начале 80-х программы становятся колеровыми. В 2000-е годы переходит расквиту компьютерных технологий и переходу с початку на личбовое, а потом на вершинку в формате HD. 25 веросяня 2015 года в эфир вышел телеканал Беларусь Шатыры Гомель. С тех часов команда телерадоакомпании отпрацовала больше 25 тысяч годин эфиру, с яких не одна сотня в прямом интерактиве с глядачом. Всягуша эфир выходит больше 20 властных проектов. Многие из них признаны на республиканском и международном узровне. А доходящий год принес телеканал в широк престижных ознагород, сирот яких премия Беларусского союза журналистов «Золотое пяро» и спецприз в рамках премии Рада за досягнение в области якости. В 2020 с нагоды 75-го перамоги в Великой Отчинной войне телеканал Беларусь Шаттер и Гомель планует широкое осветление святошных мероприемствов. 9 мая отбудется масштабный марафон упромым эфиры с веншованиями и трансляцией с мест саурошистых падей. Рыхтуются и серы специальных репортажов про историю створения буйных мемориалов, символу памяти про трагичные и героичные падеи нашей военной истории. Одразу после завершения информационного выпуску глядите новогоднее веншование старшини Гомельского обл. ВКНК Маги Надя Салауя. Добрых вам новинов в новом 2020 году и до встречи эфиры. Дефакто на телеканале Беларусь 4 в студии Анна Коральчук. Здравствуйте. В Гомеле троллейбус столкнулся с легковым автомобилем. ЧП случилось возле нового универмага на пересечении улиц Советская и Хатаевича. Пострадавших не было. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ. На время их работы движение было перекрыто. В Калинковичах двое несовершеннолетних взломали аттракцион, чтобы забрать из него деньги. Подростков заметили местные жители, которые сообщили о случившемся правоохранителям. Нарушителями оказались учащиеся местного лицея 15 и 16 лет. Оба состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Как пояснили парни, они хотели пойти на дискотеку, а денег не было. И тогда было решено взломать аттракцион. На данный момент возбуждено уголовное дело за покушение на кражу. В деревне Зеленая Рунь Рогачевского района горел кирпичный нежилой дом. Обошлось без пострадавших. В результате уничтожена кровля и имущество внутри здания. Рассматриваемая версия причины пожара неосторожное обращение с огнем. Следственный комитет завершил расследование дела об организации договорных матчей. В ходе расследования установлены 16 подкупов спортсменов и 12 фактов мошенничества связанных как правило со ставками на заранее определенный результат. Обвинения за обеспечение оговоренных исходов матчей предъявлены футболистам Гомеля, Нафтана, Лиды, Орши, Химика и Неманагра. Материалы будут переданы прокурору. Ассоциация Белорусская Федерация Футбола будет поставлена в известность. На дорогах страны стартовала акция «Трезвость норма на дорогах». Напомню, 1 января этого года было задержано более 90 нетрезвых водителей, что вдвое больше обычного дня. Госавтоинспекции рассчитывают, что в этом году статистика будет оптимистичней. Особое внимание в эти дни и к пешеходам. В праздничном настроении они часто пренебрегают безопасностью на дороге и выходят на проезжую часть. ГАИ напоминает, штрафы за нарушения в нетрезвом виде гораздо выше. Акция продлится по 7 января. Это вся информация на сегодня. Оставайтесь на «Беларусь-4». Эфир телеканала «Беларусь-4 Гомель» продолжает новости спорта в студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В последнем поединке экстралиги чемпионата Беларуси по хоккею Жлобинский «Металлург» проиграл «Неману» 3-0. Счет открыли гродненцы на 21-й минуте, реализовав буллит. Затем на 25-й «Неман» забросил еще шайбу, а на 39-й гродненцы реализовали еще один буллит, который и принес победу лидеру чемпионата. В этом году поединки национального первенства завершились. Следующие матчи стартуют с 4 января. Завершился чемпионат Беларуси по волейболу. 10-ю победу в национальном первенстве одержал солигорский шахтер. У них на счету 29 очков после 10 победных игр. У ближайшего преследователя минского строителя 7 выигрышей в 8 поединках. Замыкают тройку сильнейших гомельская энергия, у которой после 8 матчей 6 побед и 20 очков. Завершился учебно-тренировочный сбор, который проходил в китайском Нинбо. На сбор съехались победители и призеры международного турнира Хоупс Вик из 12 стран мира. Нашу страну представлял Никон Шутов из Гомеля. На протяжении недели юные теннисисты оттачивали свои навыки с лучшими тренерами мира Массимо Константини и Джуном Цзиньюном. По окончании учебно-тренировочного сбора прошел турнир по круговой системе. Никон Шутов занял второе место, что позволит попасть в команду мира из 4 спортсменов, которая будет выступать на всех международных соревнованиях в 2020 году под флагом Международной Федерации Тенниса. Завершилось открытое первенство Гомельского Центра Олимпийского Резерва по конному спорту. По результатам соревнований победил участник Олимпийских игр гомельчанин Александр Фоминов. Он выступал на лошади Энджой. Второе место у минчанки Натальи Басалыга на лошади Пролеско. Третье место у могилевчанки Александры Глушаковой и лошади Браслет. Гомельчанка стала чемпионкой мира по армрестлингу. Турнир проходил в румынском городе Констанца, победителем которого стала инженер гомельского вагоностроительного завода Татьяна Калюк. Она боролась на правой руке в весовой категории до 90 килограммов. Девушка также стала серебряным призером по результатам выступлений на левой руке. В Гомеле прошел третий ежегодный турнир по фризби Линсес Вайкап. В областной центр приехали команды со всех областей Беларуси, а также ближайшего зарубежья России и Украины. По результатам соревнований победила команда из Минска. Второе место у Брещан. Бронза у сборной Беларуси, в которую вошли одиночные игроки. Гомельчане стали пятыми, однако в категории дух игры, в которой побеждает самая честная дружина, представители Гомельщины стали первыми. Приехали команды с России, с Аркангельска, с Гомеля, с Бреста, с Минска и отдельные игроки не получилось собрать команды, приехали с Киева, с Украины. Мы выехали не сильным составом, поэтому нам подходят ребята, которые здесь играют. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...